Вечерний гость Вечерний гость Вечерний гость Это эпизодические Такие ситуации, которые Они были и раньше Которые были связаны с аналогичными Вирусами И здесь такого чего-то сверхъестественного Не происходит Цивилизация постоянно останкивается С какими-то изменениями в природе И то, что сегодня появляются Новые вирусы И вызывают они заболевания Значит, это естественно Так же само, как и свиной грипп был И птичий грипп был Тем не менее В нашей стране Как и сейчас Проводились и проводятся мероприятия Которые направлены на сохранение здоровья И Минимизацию последствий То есть, нераспространение А насколько вот Велика вероятность Что он может проникнуть Все-таки Там В Тюменскую область В Югру В Нефтьюганск И насколько это опасно Вирус В принципе Так сказать Застраховаться от него невозможно Потому что на сегодняшний день Тот образ жизни Которым привыкли И югорчане И все остальные Россияне Это Значит Свой Отдых В других странах Значит За рубежом Это Командировки Поездки То есть Образ жизни сегодня такой Что Изолироваться полностью От Окружающих нас стран Мира Значит Это невозможно Если сам не поедешь То кто-то может сюда приехать Да? Совершенно верно И на сегодняшний день Так сказать Мы видим Что бывает И у нас есть случай Когда Так сказать Приехали к нам Лица Которые были Заболевшие Все мероприятия Которые Необходимо было провести Их провели И соответственно Они выздоровели Вот И на сегодняшний день Они считаются здоровыми И Свободно передвигаются По территории России И не вызывают Никакой угрозы И Так сказать Считаются Здоровыми Гражданами Которые Которые Не привлекают К себе Внимание Вот И Население Иногда Излишне Беспокоится О том Что вот Дескать Из Китая Прибыли Граждане Китая Они представляют Опасность Значит Если Они прибыли До вспышки То соответственно Они не могут Представлять Опасность То есть Если они прибыли Например В начале декабря Прошлого года Когда еще Заболевание Не регистрировалось Да Не регистрировалось Или Те которые Прибывают Сюда Но они Находятся Под наблюдением Значит Если Не вызывают Сомнения Здоровье То есть Обязательно Проводится Термометрия На сегодняшний день Государство Создало Такую Систему Профилактики Значит Главным Государственным Санитарным Врачом Было Издано Постановление Дополнительных мерах Второе Третье Пятое Которое Полностью Определило Механизмы Алгоритмы Фильтра Если можно так Назвать Значит Всех Кто прибывает Из-за границы Особенно Тех стран Где регистрируется Заболевание Давайте мы с вами Чуть позже Вот как раз О лечении Напомним Вспышка Началась В китайской провинции Хубе В декабре Прошлого года В конце января Были зафиксированы Первые случаи Заражения В других странах На сегодняшний день Новая инфекция Проникла на все континенты А общее число Заболевших Достигло Почти 100 тысяч В декабре Прошлого года Появились первые сообщения О вспышке Неизвестного заболевания В китайском городе Ухань У всех больных Были признаки Пневмонии С тех пор Число заразившихся Начало расти В геометрической Прогрессии А уже в январе Появились случаи Коронавируса За пределами Китая Во Франции Австралии И Канаде Сейчас таких стран Более 60 В провинции Хубе Вспышка идет на спад Зато коронавирус Начал победное шествие По Европе И хотя ВОЗ Официально не заявила О пандемии Но подняла уровень Угрозы До очень высокого В России Последние рекомендации Минздрава И Роспотребнадзора Отложить зарубежные поездки Особенно в странах Где число заболевших Наиболее высокое В Южную Корею Италию Иран И разумеется Сам Китай А также соблюдать Правила профилактики И укреплять иммунитет Александр Георгиевич Вот на встрече с журналистами Вы сказали Что та информация Которая звучит В социальных сетях По телевизору Она отличается От объективной информации Почему В чем расхождение Государством определен орган Это Роспотребнадзор Который официально И обладает информацией Достоверной Не подлежащей сомнению Поскольку Вся информация При наличии То есть системы Профилактики Учета заболеваний Применяемых мер Значит она концентрируется Именно в Роспотребнадзоре А в чем было вранье Вот вы замечали Ну Я не готов сказать Вранье Но то что Отличается информация Во-первых Информация отличается О том что Где-то Большое количество Людей Зараженных Или больных Значит Которые проживают Не там где должны Потом что Они содержатся Неправильно Потом Информация о том Что их не кормят Там Жестоко Относятся Эта информация Она Совершенно Так сказать Надуманная Вот Она недостоверная Вся информация Которая сегодня Достоверна Находится На сайтах Роспотребнадзора На сайтах Роспотребнадзора Это федеральный сайт И окружную Да Я сейчас попрошу Режиссеров Вывести эти сайты Откуда можно Собственно Почерпнуть всю информацию Да Совершенно верно И вы говорите Она обновляется Ежедневно Она мониторится И обновляется С учетом Тех случаев Которые Происходят У нас в стране Может и Чаще Но Значит Мониторится Ежедневно Она обновляется С учетом Ситуации Не только в стране Но и в мире Можно ли сказать Что сегодня Коронавирус Это вот Что-то подобное Там Чуме Которая была В средневековье Вот настолько же Опасное Настолько же Заразное Это заболевание Безусловно Те Та ситуация Которая Была ранее Она не может быть На сегодняшний день Аналогичной Поскольку Уровень развития Медицины Средств связи Он Так сказать Ушел далеко вперед Да Ушел далеко вперед И на сегодняшний день Мы видим Что Даже лица Которые Вот У нас Было зарегистрировано В стране Шесть случаев Коронавирусной Инфекции Которые Завезенные Из-за рубежа Значит И Распространение Не получили Сегодня в стране И это все Результат Той профилактики Тех действий Государственных Органов Органов А также Всех остальных Учреждений Которые Задействованы В этом Процессе Чтобы не было Распространения Вот Поэтому Сравнивать По Последствиям Заболевания Ну я думаю Что К тому времени Когда появится Значит Об этом Информация Мы сможем Сказать На сегодняшний день То что происходит В России Это Так сказать Легкие формы Бдительным Нужно быть И мы понимаем Что есть Случаи Летальные За рубежом То есть На сегодняшний день Та профилактика Которая делается Она должна Исключить И Для этого Есть и основания С учетом того Что В течение этого Времени У нас В принципе Обычная ситуация По заболеваемости Почему так много Случаев Действительно Летальных То есть У нас 100 тысяч Заболевших Более 3000 Смерти Это получается Каждый 30 Фактически Умирает Ну я хочу сказать Что это не так Много Если сравнивать С обычным Гриппом У нас Грипп На сегодняшний день Тоже вызывает Достаточно Много И на сегодняшний день Статистика Которая Приводится Она Не очень Сильно Отличается Грипп От коронавируса Более того На сайте Федеральном Есть разъяснение Академика Который говорит Что сегодня Действительно Гипертрофировано Придается Это сказать Некоторыми Лицами Этой ситуации С тем Что Если смотреть В общем Ситуацию В мире Опять же Возьмем Те же Соединенные Штаты Там идет вспышка Значит Гриппа Которая Довольно Масштабная Но Она Значит Ей Такое значение Почему-то Не придается Почему Так происходит Ну Наверное Потому что Новый Да Почему Во-первых Новизна Во-вторых Неизученность Неизученность Да То есть Что не изведано Во-первых Информации Много Да И человеку Порой тяжело Понять Что же Делать В этой ситуации Ну вот Та информация Которая Расположена На сайтах Она Дает возможность Человеку Понимать Что он Себя может Защитить И каким образом То есть Бытовые Возможности Человека Они В принципе Довольно Эффективны Если их Использовать А может Как-то Человек Вот если Появились У него Какие-то Симптомы Ну понятно Что обязательно Нужно Обратиться К врачу Но все-таки Можно ли По каким-то Симптомам Подозревать Что это все-таки Необычные У РВИ Или УРЗ Коронавирус Он же тяжелее Протекает Какие симптомы Вообще У него Ну на первичном Этапе По той информации Которая сегодня Есть На первичном Этапе Очень Нелегко Диагностировать Коронавирус Это или нет Поэтому На сегодняшний день Когда Есть повышенная Температура Значит Сразу Эти Лица Так сказать Должны Обращаться В поликлинику С тем Чтобы За ними Было Наблюдение И В течение Первых 24 часов По той Информации Которая Приходит Так сказать Из Китая Значит Если это Коронавирус Значит То Развитие болезни Оно специфично Которая В течение Первых Суток Может Приводить К недостаточности Дыхания И необходимости Искусственной Вентиляции Легких То есть Легкие Поражаются Так же Как В основе Своей Да Это Значит Инфекция Которая В основе Поражает Дыхательную Систему Лекарства Какие Используют Такие же Как при Вирус Других Вирусных Заболеваниях То есть Арбидол Я слышала Парацетамол Так же Как при ОРВИ Безусловно При Той ситуации Которая На сегодняшний День Если будет Возникать Заболевание Значит Медицинские Работники Будут Использовать Те препараты Естественно Которые На сегодняшний День Есть И которые Применяются К типу РНК Вирусов Потому что Сейчас Так сказать Уполномоченные Органы Занимаются Разработкой Медицинских Препаратов Которые Будут Эффективны Именно К этому Виду Вируса Но Это Не так Быстро Делается И Должно Пройти Какое-то Время С тем Чтобы Понять Насколько Это Эффективно Ну и Соответственно Законно Утвердить С тем Чтобы Лечебная Сеть Могла Это Использовать Эффективно Своей Работе Но Я думаю В ближайшее Время Поскольку Тест Системы Разработаны И они Есть Во всех Субъектах Федерации При необходимости Идентифицировать Наличие Коронавируса В ближайшем Будущем Надеюсь Что Наши Коллеги Медицинские Работники Смогут Смогут Предоставить Лечебной Сети Специфический Препарат Который Поможет При необходимости Воздоровлению Заболевших В каком Проценте Случаев Заболевание Протекает Тяжело Не всегда В отдельных Сторонах По разному Но В принципе По той информации Которая есть В интернете От 7 до 14 Процентов Тяжелый Случай Это Нужно Смотреть Опять же Смотря В какой Стране И как Она Протекает Тяжелый Случай Летальность Летальность Ну Несколько Выше Чем Летальность От заболевания Вируса Гриппом И тут Опять же Смотря В каких Странах Это проявляется Я не знаю Насколько Корректно Врачу Тем более Вашу Ранга Задавать Вопрос Вы вообще Боитесь Коронавируса Знаете Скажу так По той информации Которая Сегодня Говорит О возможности Развития Какого-то Эпидемического Процесса В нашей Стране С учетом Готовности Органов Медицинских Учреждений Как-то Вообще У меня Не вызывало Не вызывает На сегодняшний день Сомнений Что Значит Если И будут Какие-то Заболевания То они Будут Проходить В легкой Форме Вот То есть Та система Профилактики Которая Сегодня Нацелена Значит Она Способна Так сказать Минимизировать Последствия И вреда Здоровью Нашим гражданам Поэтому Я абсолютно Не боюсь Этого Коронавируса И Уверен Что Оно Так и будет То есть Паники у вас Нет Слава богу А боятся ли Коронавируса Нефтьюганцы И как Собираются От него Защищаться Давайте Посмотрим Ответы Наших Горожан Скажите Коронавируса Боитесь А Да нет Конечно Почему Да Холодно У нас Очень Думаете Мороз Защитит Ну Еще плюс Дополнительные Меры Принимаем Какие Не на телевидение Просто не хотим Это опасность Поэтому Подсознательно Наверное Так и думаем Что не дойдет До нас Надеемся Надеемся А как считаете Как можно защититься Мы не ходим В общественные места Вот Набрал в Яндексе От гриппа Сколько В России 500 человек В год умирает От Гриппа По миру 30 тысяч Ничего Никаких проблем То нет Как защищаться Знаете Конечно Так же Как от гриппа Моешь руки Каждый день И все И маска И маска И все А почему У нас Никто нефтьюганцев Не боится Как вы считаете Ну потому Ну потому что Наверное Мы северяне Привыкли К здоровому Образу Жизни Привыкли К холоду А как защищаться Знаете Конечно Ну масочка Мыть руки С мылом Как обычно При вирусах Боитесь коронавируса Это что такое Я вообще не болею Мне 73 год Я думаю Что это зараза Меня не возьмет Вот такое Думаете Из-за Да Из-за моей Твердокаменности Это специально Нам придумали Чтобы нас всех Напугать Это только я И в этом Виноваты вы Пресса А вот если бы Где-то Не дай бог Близко это бы Появилось Как бы вы Защищались Никак Сложил бы лапки И ждал бы Все А что можно Сделать с природой Она сильнее человека Не надо бояться Ничего Мы все преодолеем Ответы прошли у нас Александр Георгиевич Вот по тем случаям Которые в нашей стране Зарегистрированы Сколько их И все ли они завозны Или есть случаи Когда вот Заражение происходит Уже на территории страны Случаев заражения На территории страны Нет Все они завозны Это Случаи Связанные С пребыванием Граждан Китая Здесь Здесь С учетом работы Вот Итальянец Итальянец Один Потом итальянец Третий случай И три Российских граждана Это те Которые были За рубежом На отдыхе Ну и студенты И если они Они были в контакте Там есть определенная процедура Они издают Анализы И соответственно Под наблюдением 14 дней Если Значит анализа Отрицательная 14 дней Прошло Все Люди Передвигаются Свободно По территории Считается Что они Здоровы А чем Объясним Такой достаточно Длительный Карантин 14 дней То есть Это как Инкубационный Период Заболевания Совершенно верно Это максимальный Инкубационный Период Когда Значит Человек Может заболеть При наличии Вируса В организме Если 14 дней Прошло И человек Не заболел Значит Он считается Здоровым Это Определено Нашей Медициной И Это Как сказать Это Истина Которая Не подлежит Сомнению И Соответственно Мы Все Руководствуемся Этим Этим Параметрам Александр Георгиевич Вот вы говорите Медицина Современная Она Сегодня У нас Мощная Вооруженная Всем Необходимым Но Мы видим Что Вот эти Все Запретительные Ограничительные Мероприятия Маски Защитные Костюмы Карантинные Ограничения Въезда Выезда Они Не всегда Дают Нужный Эффект Уже Вирус Начал Своё Победное Шествие По Европе Вот Если Все-таки Эти Ограничительные Мероприятия Они Не приведут Да Там Все-таки Проникнет Этот вирус Да На территории Страны Что Может Предложить Наша Медицина Как она Сможет Нас Защитить Если У нас Весь Так Скажем Арсенал Необходимых Препаратов Тестов Там И так Далее Есть Лимаски Может быть Вы проводите Какие-то Рейды Смотрите Там Достаточно Лимас Масок В аптеках Мы знаем Что Сейчас Во время Эпидемии Там ОРВИ Цены Повышались На эти Маски И Вообще Эффективна Лимаска Безусловно Вся информация Которая Связана С профилактикой Она На сегодняшний день Мониторится Она Изучается На всех Уровнях Государственной Власти Значит Все делается Все решения Которые Принимаются На всех Уровнях Они Принимаются С целью Обеспечить Достаточным Количеством Средств Индивидуальной Защиты В том числе Масок Значит Дез Средств Наличие Медицинских Препаратов Противовирусных С тем Чтобы При необходимости Это могло Сработать Эффективно Сработать Значит По поводу Ограничительных Мероприятий Что они Неэффективно Работают Здесь Я Сказал бы Что То как У нас Проходят В стране Они проходят Эффективно Вот И То есть У нас умеют Это делать Правильно Сегодня На сегодняшний день Та ситуация Которая Есть Она показывает Что именно так Оно и есть Да Потому что Если говорить На других Странах То Сегодня Как Организована Работа Если бы Она была Организована Как у нас В стране То Возможно Такого Распространения Сказать Вируса В той же Италии Южной Кореи Так сказать Оно бы Не произошло Не говоря Уже Про Китай Потому что В Китае Это было Впервые Выявлено Все не Ожидали Это Вот Поэтому Там Несколько Иная Ситуация С ограничительными Мероприятиями И так далее Тем не менее И Тем не менее Если Брать Какую-то Часть Ограничительных Мероприятий Да Вот У них В Китайской Народной Республике Только в одной Провинции Вот так Он свирепствует Поскольку Передвижения Они ограничены И Контакты Ограничены И Эффективность Как только Приняли меры Это Дало результат Дает результат И конечно Дает результат Вот Поэтому На сегодняшний день Вот уже прошло Сначала Подготовительного Перевода Всех органов Власти И учреждений Которые Занимаются Значит Прошло Два Месяца И За этот Промежуток Времени Значит Созданы И Запасы И Резервы И Создаются Уже Выделено Значит Известно 130 Учреждений Которые Готовы Принять Контактных Лиц Вот Самолеты Прилетали И когда Контактные Были Их Размещали В городе Тюмени Эффективность Эффективности Она Довольно Высокая Даже Если бы Возник Случай Заболевания Хотя Их Слава Богу Нет Вот Соответственно Вот эти Профилактические Меры Они бы Не допустили Чтобы Он Где-то Распространился Вот И Государством Все делается Для того Чтобы Не было Распространения Такого Как в других Странах Ну вот Сейчас Впереди Сезон отпусков И многие Наверняка Куда-то Там Запланировали Поехать Путешествовать Наверняка Не в Китай Но может быть Куда-то Там В Европу Стоит Вообще Отказываться От этих Поездок Как вы Считаете В такое Время Рекомендации Таковы Что Если Человек Беспокоится За свое Здоровье За здоровье Своих Близких Потому что У нас Все Имеют В основе Своей Семьи Близких Родственников Где Они живут Общаются То конечно Нужно Повременить Пока Эта Ситуация Она Сказать Будет Более изучена Изведана То есть Появятся Медицинские Препараты Которые Будут Эффективны И целенаправленны Так сказать Помогать Человеку Справиться С таким Заболеванием С учетом Воздействия Вируса И Значит В том Через это Время Конечно Исключить Полностью Влияние Вируса Мы не Можем Но Если с Этой Цели То Повременить Если же Очень большое Желание Есть Никто Запретить Не может Сегодня Запретительных Мер Нет Есть Ограничительные Меры Вот Поэтому Если Поедут Конечно Нужно В принципе И сейчас Нужно Поскольку Так сказать За своим здоровьем Ну Своим здоровьем Нужно Каждому Следить Хотя бы Узнать информацию Да Как обстоят дела В этом городе Нужно Да Изучить И соответственно Принимать Те меры И индивидуальные Которые Способствуют Профилактике И недопущению Заражения А какие бы Меры профилактики Вы порекомендовали Вообще В принципе Они прописаны Опять же На сайтах И Так сказать Мыть руки Да Обязательно Да Мытье И мытье рук Максимально Чаще Вот Потому что Мытье рук Оно Способствует И состоянию Организма То есть От Проявления Болезни Оно Зависит Еще и От состояния Организма Естественно Лица Которые Занимаются Своим Здоровьем Здоровый Образ Жизни Они Более Устойчивы Во внешней Среде Таких Таких Заболеваний Но Есть Общие Признанные Это Естественно Маска Потом Соблюдать Значит Правила Этикета То есть Это Нужно Разговаривать С Человеком На расстоянии Метра Особенно Если Человек Начал Какие-то Признаки Заболевания Термометрия Кашель Чихание То естественно Нужно Одевать Маску Для того Чтобы Не Распространять Не только В тех Случаях Когда Не Заразиться Но и Как источник Инфекции Возможный Он Должен Это Понимать Если Это Происходит Здесь У нас В России Если Это Происходит На Территории Страны Где Отдыхает Но Там Регистрируется В случае Заболевания Естественно Мыть Ее рук Значит Разговор На расстоянии Ношение Маски Вот Ну и Если Уж Так сказать Беспокойство Может И термометрией Сам заниматься С тем Чтобы Понять Насколько Его Самочувствие Оно Сопряжено Так Сказать Настоящим Состоянием Его Здоровья Кто Более Уязвим Это Опять Же Дети Пожилые Люди С хроническими Заболеваниями Если В целом Говорить То Уязвимы Всегда Те У Кого Слабый Иммунитет А так Вот Однозначно Сказать На сегодняшний День Данное Заболевание Только Изучается И Информация Которая Постывает Да Она поступает В основе От Медицинских Работников Из Китая Которая Обрабатывается И соответственно Летальные Исходы Там У кого Все-таки Больше У людей С таким Низким Иммунитетом Или у тех Кто не получил Лечение Достаточно Значит По той информации Которую Публикует Китай Это все-таки Лица Старшего возраста Как вы считаете Сколько Понадобится Время Для того Чтобы Изобрести Вакцину Работают Я надеюсь Что В ближайшее Время Оно будет Я не готов Сказать Поскольку Не занимался Непосредственным Вопросом Время Время Что-то Предложить А возможно Уже Предложили И проходит Испытание Однозначно Эта информация Официально Еще нет Когда она Будет Размещена Тогда Можно Сказать Что Да Вот Есть Или Оно Готово К выпуску Ну Пока Такой Информации Нет Вы говорите Что Вчера Буквально Был окружной СПЭК Санитарно-противопедемическая Комиссия На которой В том числе Рассматривали И вопрос Коронавируса Какая информация Может быть Там новая Прозвучала Новая Информация Там Не прозвучала То есть Та Которая Сегодня Она Есть По Основным Источникам СМИ В интернете Обслужался Вопрос О готовности Всех Органов Власти Медицинских Учреждений Те Задачи Которые Были Поставлены Чтобы Обеспечить Всем Необходимым Медицинские Учреждения И те Места Где Будет Размещаться Контактные Или С подозрением На заболевание Лица Значит Они должны Быть готовы К работе В таких Условиях И Вот эти Вопросы Все они Обсуждались Вот Председательство Губернатор Вот Так сказать Поскольку Данный вопрос Он Сегодня Актуален Во всей Стране Спасибо Вам большое За то Что Вы пришли Сегодня К нам В студию За ту Полезную Информацию Объективную Которую Вы дали Будем Надеяться Что До нас В общем Эта инфекция Не дойдет И изобретут Вакцину Чтобы мы Все были Спокойны Вам Уважаемые Телезрители Пожелаю Здоровья И безопасности Женщин с наступающим Праздником До новых встреч До новых встреч До новых встреч До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...